Закладка каменных работ и открытие компании «Новой Домной» произошли через 4 дня после приезда к Вашнина. Предполагалось отпраздновать оба эти события с, возможно, большим торжеством, почему на соседние металлургические заводы Крутогорской, Воронинской и Львовской были заранее разосланы печатные приглашения. Вслед за Василием Терентьичем из Петербурга прибыли еще два члена правления, четверо бельгийских инженеров и несколько крупных акционеров. Между заводскими служащими носились слухи, будто бы правление ассигновало на устройство парадного обеда около двух тысяч рублей. Однако эти слухи пока ничем еще не оправдались. Вся закупка вин и припасов легла тяжелой данью на подрядчиков. День выдался очень удачный для торжества. Один из тех ярких, прозрачных дней ранней осени, когда небо кажется таким густым, синим и глубоким, а прохладный воздух пахнет тонким, крепким вином. Квадратные ямы, вырытые под фундаменты для новой воздуходувной машины и бессемеровой печи, были окружены в виде покоя густой толпою рабочих. В середине этой живой ограды, над самым краем ямы, возвышался простой некрашенный стол, покрытый белой скатертью, на котором лежали крест и Евангелие рядом с жестяной чашей для святой воды и крапилом. Священник, уже облаченный в зеленую, затканную золотыми крестами ризу, стоял в стороне, впереди пятнадцати рабочих, вызвавшихся быть певчими. Открытую сторону покоя занимали инженеры, подрядчики, старшие десятники, конторщики, пестрая, оживленная толпа из двухсот слишком человек. На насыпи поместился фотограф, который, накрыв черным платком себя и свой аппарат, давно уже возился, отыскивая удачную точку. Через десять минут Квашнин быстро подкатил к площадке на тройке великолепных серых лошадей. Он сидел в коляске один, потому что при всем желании никто не смог бы поместиться рядом с ним. Следом за Квашниным подъехало еще пять или шесть экипажей. Увидев Василия Терентьича рабочий, инстинктом узнали в нем набольшего. И тотчас же, как один человек, поснимали шапки. Квашнин величественно прошел вперед и кивнул головой священнику. «Благословен Бог наш всегда, ныне и приисный, во веки веков, раздался среди быстро наступившей тишины дребезжащий, кроткий, гнусавый тенорог священника. Аминь!» – подхватил довольно стройно импровизированный хор. Рабочие, их было до трех тысяч человек, так же дружно, как кланялись к Квашнину, перекрестились широкими крестами, склонили головы и потом, подняв их, встряхнули волосами. Бобров стал невольно присматриваться к ним. Впереди стояли двумя рядами степенные русаки-каменщики, все до одного в белых фартуках, почти все с льняными волосами и рыжими бородами. Сзади них – литейщики и кузнецы в широких темных блузах, перенятых от французских и английских рабочих, с лицами, никогда не отмываемыми от железной копоти. Между ними виднелись и горбоносые профили иноземных увриеров, сзади из-за литейщиков выглядывали рабочие при известковых печах, которых издали можно было узнать по лицам, точно обсыпанным густому кою и по воспаленным распухшим красным глазам. Каждый раз, когда хор громко и стройно, хотя несколько в нос пел «Спаси от бед, рабы твоя Богородица», все эти три тысячи человек с однообразным, тихим, шелестом творили свои усердные крестные знамения и клали низкие поклоны. Что-то стихийное, могучее и в то же время что-то детское и трогательное почудилось Боброву в этой общей молитве серой огромной массы. Завтра все рабочие примутся за свой тяжкий, упорный, полусуточный труд. Почем знать, кому из них уже предначертано судьбой поплатиться на этом труде жизнью, сорваться с высоких лесов, опалиться расплавленным металлом, быть засыпанным щебнем или кирпичом. И не об этом ли, непреложном решении судьбы, думают они теперь, отвешивая низкие поклоны и встряхивая русыми кудрями, в то время, когда хор просит Богородицу спасти от бед рабы своя. И на кого, как ни на одну только Богородицу, надеяться этим большим детям с мужественными и простыми сердцами, этим смиренным воинам, ежедневно выходящим из своих промозглых, настуженных землянок на привычный подвиг терпения и отваги. Так или почти так думал Бобров, всегда склонный к широким, поэтическим картинам. И хотя он давно уж отвык молиться, но каждый раз, когда дребезжащий далекий голос священника сменялся дружным возгласом клира, по спине и по затылку Андрея Ильича пробегала холодная волна нервного возбуждения. Было что-то сильное, покорное и самоотверженное в наивной молитве этих серых тружеников, собравшихся Бог весть откуда из далеких губерний, оторванных от родного привычного угла для тяжелой и опасной работы. Молебен кончился. Квашнин с небрежным видом бросил в яму золотой, но нагнуться с лопаточкой никак не мог. Это сделал за него Шелковников. Потом вся группа двинулась к доменным печам, возвышавшимся на каменных фундаментах своими круглыми черными массивными башнями. Пятое, вновь выстроенное, дом нашла, как говорится на техническом жаргоне, спелым ходом. Из проделанного внизу ее на оршинной высоте отверстия бил широким огненно-белым клокочущим потоком расплавленный шлак, от которого прыгали во все стороны голубые и серные огоньки. Шлак стекал по наклонному желобу в котлы, подставленные к отвесному краю фундамента, и застывал в них зеленоватой густой массой, похожей на леденец. Рабочие, находившиеся на самой верхушке печи, продолжали без отдыха забрасывать в нее руду и каменный уголь, которые то и дело подымались наверх в железных вагонетках. Священник окропил домну со всех сторон святой водой и, боязливо торопясь, спотыкающийся старческой походкой, отошел в сторону. Горновой мастер, жилистый, чернолицый старик перекрестился и поплевал на руки. Тоже сделали четверо его подручных. Потом они подняли с земли очень длинный стальной лом, долго раскачивали его и, одновременно крякнув, ударили им в самый низ печи. Лом звонко стукнулся в глиняную втулку. Зрители в боязливо-нервном ожидании зажмурили глаза. Некоторые подались назад. Рабочие ударили в другой раз, потом в третий, в четвертый, и вдруг из-под острия лома брызнул фонтан нестерпимо яркого жидкого металла. Тогда горновой мастер кругообразными движениями лома расширил отверстие, и чугун медленно палился по песчаной бороздке, принимая оттенок огненной охры. Целые снопы блестящих крупных звезд летели во все стороны из отверстия печи, громко треща и исчезая в воздухе. От этого тихо, как будто лениво текущего металла шел такой страшный жар, что непривычные гости все время отодвигались и закрывали щеки руками. От доменных печей инженеры двинулись в отдел воздуходувных машин. Квашнин заранее распорядился так, что приехавшие с ним акционеры увидели завод во всей его колоссальной величине и сутылоки. Он совершенно верно рассчитал, что эти господа, пораженные массой и сильных, и совершенно новых для них впечатлений, будут потом рассказывать чудеса уполномочившему их общему собранию. И глубоко зная психологию деловых людей, Василий Терентьевич уже считал делом решенным, новый и весьма выгодный лично для него выпуск акций, на которые до сих пор не соглашалось общее собрание. И акционеры действительно были поражены до головной боли, до дрожи в ногах. В помещении воздуходувных машин они слышали бледные отволнения, как воздух, нагнетаемый четырьмя вертикальными, двухсаженными поршнями в трубы, устремлялся по ним с ревом, заставлявшим трястись каменные стены здания. По этим чугунным, массивным, в два обхвата шириной трубам воздух проходил сквозь каупера, нагревался в них горящими газами до 600 градусов, и оттуда уже проникал во внутренность доменной печи, расплавляя руду и уголь своим жарким дуновением. Инженер, заведующий воздуходувным отделением, давал объяснение. И хотя он нагибался поочередно к самым ушам акционеров и кричал во весь голос, надсаживая грудь, но за страшным гулом машин его слов не было слышно. Оказалось только, что он беззвучно и напряженность шевелит губами. Потом Шелковников повел гостей в сарай пудлинговых печей. Высокое железное здание такой длины, что с одного его конца другой конец казался едва заметным просветом. Вдоль одной из стен сарая тянулась каменная платформа, на которой помещалось двадцать пудлинговых печей формой, напоминавших снятые с колес вагоны. В этих печах жидкий чугун смешивался с рудой и перерабатывался в сталь. Готовая сталь, стекая вниз по трубам, наполняла собой высокие железные штамбы, нечто вроде футляров, без дна, но с ручками наверху, и застывала в них сплошными кусками пудов по сорока весом. Свободная сторона сарая была занята рельсовым путем, по которому сновали пухтя-шипя и стуча паровые краны, похожие на послушных и ловких животных, снабженных гибкими хоботами. Один кран хватал штамбу крючком за ручку, поднимал ее кверху, и из нее тяжело вываливался кусок стали в виде длинного правильного бруска, ослепительно-красного цвета. Но прежде чем этот кусок успевал упасть на землю, рабочий с необыкновенной ловкостью обматывал его цепью в руку толщиной. Второй кран, ухватив крючком, эту цепь плавно нес штуку в воздухе и клал рядом с другими на платформу, прикрепленную к третьему крану. Третий влек этот груз на другой конец сарая, где четвертый, снабженный вместо крючка щипцами, снимал штуки с вагона и опускал их в раскрытые люки газовых печей, устроенных под полом. Наконец, пятый кран вытаскивал их из этих люков совершенно белыми от жара, клал поочередно под круглое колесо с острыми зубьями, вращавшиеся чрезвычайно быстро на горизонтальной оси, и сорокопудовая стальная штука в течение пяти секунд разрезалась на две половины как кусок мягкого пряника. Каждая половина поступала под семисотпудовый пресс парового молота, обжимавшего ее с такой силой и с такой легкостью, точно она была из воска. Рабочие подхватывали ее тотчас на ручные тележки и бегом тащили дальше, обдавая всех встречных Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова